Здарова всем народ, с вами Рэпер Трейдер и сегодня мы будем торговать по новостям. Давно мы не торговали по новостям и в этот раз я вот выбрал такую вот новость. Необычную немного новость, потому что она выходит у нас в 10.55. По таким новостям мы еще не торговали. Вот видите, две предыдущие новости вышли в 50, в 45 минут с двумя быками. Нас интересует новость вот с тремя быками, индекс деловой активности в производительном секторе. Итак, смотрите, две предыдущих новости вышли негативные, значит лучше всего, чтобы вот эта вот новость вышла тоже негативная. Это будет отличный сигнал на понижение. Но видите, прогнозирует то, что прогнозы станут неизменными. Так что будем смотреть. Давайте посмотрим. Вот народ, всегда читайте вот эту вот штуку. Показатели выше ожидаемых рассматриваются как позитивные обычные направления. Показатели ниже ожидаемых указывают на негативный медвежий рынок. Просто есть такие новости, у которых вот это вот все наоборот. Показатели выше рассматриваются как негативные. Есть такие вот новости. Итак, давайте посмотрим, то что у нас здесь вот самая высшая точка за сколько? За 4 года. Так, видите, вышли две новости. Рынок опустился. Кстати, народ, по поводу того, кто вот спрашивал меня за вот это вот мнение большинства. Если увеличивать масштаб страницы, вот видите, у меня 90%. Мнение пропадает. Еще раз увеличим. Пропадает имя. Так что вот видите сейчас. Вот видите, все пропадает. А если наоборот мы. Так что не меняйте код страницы. Кому там мешает вот это вот мнение большинства. А просто меняйте масштаб. Торговать я буду, заходить буду я на 100 долларов, на 100 евро. Буду делать 5 сделок по 20 евро. Буду заходить на 5 минут. И 100 евро это у меня лимит на этом аккаунте. То есть если я теряю 100 евро, на этом аккаунте я больше не торгую. Буду заходить частями, чтобы словить лучшую позицию для входа. Так, 55 наступило. Ждем, ждем обновления. Зеленая вышла новость. Ну что ж, будем заходить на повышение. Но здесь народ, я буду страховать себя. Буду идти, буду страховать себя догонами. Пока я спешить не буду. Пока я не буду залетать на все. На всю соточку. Давайте я лучше разобью. Разобью еще вот на 10. Вот видите, что может произойти. Так что пока не спешим. Ага. Нужно было бы ловить вот эти вот моменты. Так, сейчас я уже входить в рынок не буду, потому что новость такая довольно шаткая. Только народ пробивает вот эти вот уровни, будем заходить на повышение. Вот эти вот наши цены. Ни в коем случае не заходим вот здесь. Так, зашли мы на 60 евро. Заработок у нас сколько? 59, да, получается. Так, все шикарно. Мы еще дождемся выхода вот этих двух новостей. Обычно, когда она вот уже вот выстреливает, она уже вот здесь будет идти вот на одном уровне. Здесь уже ее колбасить не должно, по идее. Но это рынок, все может произойти. Запомните, народ, никто никогда не знает, куда пойдет цена. Вы только сможете предполагать. Лучше же, конечно, чтобы она вообще попедалила выше, чтобы мы были, чтобы нам было спокойнее. Видите, вот хорошо, что я здесь не вошел, но здесь, ну, и не нужно входить. Не советую я вам здесь вот входить, когда уже произошел резкий скачок. Новости, народ, бывает, по-разному себя ведут. Они, бывает, стреляют сразу же, когда вы торговали, вы замечали, да, бывает, вышла новость, вы не успели поставить, она уже выстрелила. Вот тогда немного опасно ставить. А бывают новости наоборот. Вышел прогноз, она резко, например, прогноз на повышение, она резко опустилась. Вот вы там словили хорошую точку разборота, и она уже попедалила вверх и уже никогда не опускается. Бывает и такое. Бывает и такое, что она выстрелит, например, новость на повышение, вы там зашли, она потом упадет и будет идти близко возле того уровня, но вы деньги уже свои потеряете. Вот если бы новости выходили вот так, как, ну, такие были ситуации, вот такие, как вот эта вот ситуация, то, что новость вышла, да, график себя никак, ну, график не изменился, мы спокойно зашли в рынок, и потом уже началось повышение. Вот это идеальный вариант. То есть мы успели поставить сделки, и все шикарно. Так, планировал на сотку, зашел на 60, тоже отличный результат. Так, вот здесь еще что-то может произойти. Что-то я уже начал переживать, нет, все нормально. Отличный результат, 59 евро в 11 часов утра, отличный результат на сегодня. Все шикарно. Вот так вот, народ, заработали мы 59 евро за 5 минут на хорошие новости. Все, видите, отлично все идет, новость себя отлично отработала, и все, и продолжается повышение. А, вот почему, видите, вышли еще 2 новости. А, даже 3 вышли, 4 даже вышли новости. Ну, вот, 2 БК на одном уровне, и здесь еще зеленые. И график идет дальше. Так что, народ, такая вот торговля. Всем желаю удачной торговли. С вами был Репертрейдер. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова